Я вообще немножечко на другую аудиторию ориентировался, в основном сидят здесь преподаватели, коллеги наши, а студентов и аспирантов очень мало, а я больше ориентировался на них, и это связано с тем, что в конце прошлого года мы провели вместе с коллегами небольшой эксперимент, зашли в аудиторию, где сидели студенты и задали один вопрос. Кто такой Засовский? Не один. Из нескольких групп было много студентов. Может, первокурсники были или геопеханика на втором курсе? Теория и доника. Вообще все фундаментальные наши дисциплины, которые читаются с первого курса, они эту фамилию произносят. Человек, который стоял у истоков теории и не теории, он внес огромный вклад в понедельный аппарат, физические качества спортсмен, методики развития физических, факторы, римитирующие развитие этого качества. Это пошло все от него. Математическая статистика и то, что в нашей отрасли вообще наука начинается там, где начинаются цифры, математическая статистика, умение обрабатывать экспериментальные данные. Это вот то, чем он нас учил. И, к сожалению, никто не знает, кто такие эти люди. Получается, что мы воспитываем ребят, которые... Иванов, не знающих своего родства, не знающих, откуда идет теория методика тренировки, откуда идет пенитийный аппарат и так далее. И в этой связи я хотел... Отошел от обычных своих поступлений, связанных с физиологией, вопросами планирования подготовки. И хотел привести такой небольшой ликбез о том, что же такое научно-педагогические школы на примере спортивных единоборств, на примере тех специалистов, с которыми мы много лет жили, общались. Очень интересно. И с теми достижениями, которые в настоящее время составляют основу и фундамент всей теории методики подготовки и спортсменов в видах единоборств. Ну и я по всем видам пройдусь, поскольку с этими людьми мы действительно очень много общались. Начать хотел с Аркадия Никитича Воробьева, человек, который прошел войну, имеет боевые ордена, доктор медицинских наук, выступал на двух олимпиадах, стал олимпийским чемпионом. Это было в прошлом году. А он здесь был заведующим кафедрой, начинал эту кафедру в стенах нашего университета. И мне повезло, что я, будучи пацаном, в 72-м году начал у него работать в лаборатории, которая здесь на категориковой атлетике функционировала. И в то время многие спортсмены элитные приходили в эту лабораторию, где я, мальчишки, работал в лабораторию. И мы занимались вопросами электростимуляции, то есть целенаправленного развития тех мышечных групп, которые проседают, не очень активно, развиты или не могут совершенствоваться в связи с травмами, какими-то заболеваниями. Элитная стимуляция позволяла локально решать эти вопросы. И я помню, как звезды мировой тяжелой атлетики, такие как Курин Сёв, он уже был в то время олимпийским чемпионом, как будущая звезда. Давид Ригер приходил тоже в эту лабораторию и приходили постоянно на тренировки, потому что они видели эффективность всего этого. Это вот один из тех первых звоночков, который показал мне, что внедрение науки в практику, оно хорошо воспринимается спортсменами, дает результаты, и они системно этим занимаются. Более того, он поставил здесь очень хороший эксперимент, он занимался вопросами планирования физической подготовки, и с тем, чтобы с акцентом на достижение спортсмена пика спортивной формы. И вот при мне он выбрал одного из ребят, там талантливого мальчика, но не лидера. Готовил его к соревнованиям, когда, по его мнению, спортсмен достиг пика своей спортивной формы. Он провел здесь, на территории кафедры тяжелой атлетики, в нашем институте, локальные соревнования для тяжелого веса. Пригласил судьи международного категории с тем, чтобы результаты засчитывались, были легитимны с точки зрения международной практики. И этот парень установил рекорд мира в нашем зале. То есть, была наглядная демонстрация того, что правильно поставленный учебно-тренировочный процесс, который опирается на глубокие фундаментальные медицинские знания, да, он дает результат. Рекорд мира – это действительно выдающийся результат. Второй заведующий в кафедре, в котором после него пришел Алексей Сидорович Миллеев, тоже занимался подобными вопросами. И весьма успешно оба работали и со сборными командами, и достигали не только собственных фантастических результатов, оба были выдающимися спортсменами, но и выдающимися тренерами и учеными, доктора наук. Следующий человек, которым много лет мы работали вместе, это Виктор Михайлович Гуменов, тоже заведующий в кафедре борьбы, который, наверное, первым очень наглядно и системно продемонстрировал то, что спортивная наука, если ее правильно и постоянно применять, дает фантастические результаты, прирост спортивных достижений. Его команда 10 спортсменов 10 весовых категорий. На Олимпийских играх 76-го года, этот рекорд нельзя повторить, все 10 были с Олимпийскими наградами. Из них 7 было золотых, 2 бронзовых и серебряных. 100% результат на Олимпийских играх сейчас вряд ли кто сможет к этому достигнуть. Наша вся сборная команда на предыдущих играх, когда нас допускали, завоевывала меньше золотых медалей, чем одна команда борцов греко-римского стилена. Следующий, вот сейчас говорили про дзюдо, Ощепков Васильев Семенович, он тоже работал здесь, на этой кафедре он привез. Дзюдо в Советский Союзе, первые программы и соревнования проходили под уроком ракостом. И одним из учеников и воспитанников Ощепкова в Энхарландии, который учился в его группе, у нас здесь, в институте. Все считают, что он основатель самбо, но на самом деле он ученик Ощепкова, и первые азы борьбы в одежде он получал здесь, у него. Гороющийся специалист в области дзюдо, Якуб Комрев, который тоже, он уже был кандидатом на опыт, руководитель очень успешной спортивной школы адыгейской по борьбе с амбо и дзюдо. Именно в этой школе он вырос первый чемпион мира Советского Союза, Минзоров, потом он стал олимпийским чемпионом. И там была целая плеяда выдающихся спортсменов. И успех Коблева состоял в том, что он пытался всячески перенять, обобщить повод специалистов из других отраслей и внедрял в практику подготовки своих спортсменов. И когда после Олимпийских игр 80-го года мы оказались, в общем-то, не очень нужны мы с ним, и оказались аспирантами здесь, в институте, я и Минзоров. И поехали, такие бесхозные аспиранты, поехали к Коблеву, предложили ему, давай мы проведем на твоей группе эксперименты. Я за любую науку с удовольствием приезжаю, и вот вам спортсмен, вот он нам дал порядка 20 ребят, хороших разрядников, с одним условием, что вот у меня есть три члена сборной команды, они тренируются к своему графику, а с этими делаете все, что хотите. Вот мы полгода все сидели в Адыгеи, ездили на сборы, и готовили спортсменов к чемпионату Советского Союза, и на чемпионате Советского Союза в 81-го года, из этих мальчишек в бою стали чемпионами Союза. Было несколько призеров, но вообще-то команда русская была фантастическая, поэтому многие ветераны, кто еще в тот время был, в декабре, вспоминают эти результаты, потому что Хазрек Трицарев на ближайшие десятилетия стал лидером мирового процедура, стал чемпионом мира, признавался несколько раз лучшим зудоистом Европы. То есть, это вот тоже практика, показалось, что внутрение науки дает спортивные результаты. Хорошие два наших коллеги, Юрий Шахмурадов и Борис Павлеваев, Павлеваев, к сожалению, уже нет, специалисты в области вольной борьбы, оба работали, Шахмурадов был и главным тренером Советского Союза много лет, он тоже приблизился к достижению Игуменова на Московской Олимпиаде, он был главным тренером, семь золотых медалей забывали его спортсмены. И в свое время весь мир признавал, что после победы наших хоккеистов над американцами, в Челлендж Кап, в 1972 год, для канадцев это был страшный удар, то, что вдруг непонятные спортсмены социалистической страны, вдруг элитных канадских профессионалов обыграли. И они сделали очень правильный выбор, они прислали сюда порядка 150 тренеров, ведущих профессиональных команд Канады и Соединенных Штатов Америки. Они примерно месяц здесь учились и раскрывали все секреты. И вот в один из заездов Туманян, я потом вам скажу, он был в нашей заведующей кафедре, попросил меня и Шахмурадову, чтобы мы там некоторые лекции прочитали. И Шахмурадов начинал первым на ковре. И я посидел, посидел, послушал и понял, после того, как он рассказал о своем подходе к обучению технико-тактическим вариантов, подготовке и ведении боя спортсменам. Я понял, что я борьбу вообще не знаю. Он открыл совершенно новый пласт своего представления, своего видения, которое он обобщил потом в своей докторской диссертации. Не зря многие спортсмены, великие спортсмены, хорошие спортсмены, заканчивая свою карьеру, начинали думать о том, что надо бы данный опыт свой обобщить. Самый лучший путь – это аспирантура, докторантура и написание диссертации. Потому что опыт есть опыт, а когда ты садишься и пытаешься анализировать, это совершенно другое дело. И новый виток в твоем понимании вообще системы подготовки спортсменов. Вот обобщив свой опыт, он перевернул мое мировоззрение о том, как надо строить учебно-тренировочный процесс. Самбисты, профессор Чумаков и Георгий Савченко Туманян, который тоже был много лет нашим заведующим кафедрой, у каждого свой путь решения проблем, связанных с подготовкой высоко квалифицированных спортсменов. У Чумакова эта система технико-тактической подготовки, использующая спираль, когда по возрастающей идет повторение одного и того же, но с увеличением многообразия вариантов использования одного и того же базового технического арсеналога подготовки спортсменов. Туманян это совсем другое антипология телосложения спортсменов и учетки этих факторов подготовки спортсменов. Беликий боксер Градополов, с которого начинался бокс вообще в Советском Союзе, который очень много внес по его учебникам, до сих пор учится во многих странах мира храмов. Хромов был вообще успешным, главным тренером сборной Советского Союза России. Легенда о фехтовании Дарья Добранович Тишлер и Гучков. Тишлер сам был прекрасным спортсменом, призером Олимпийских игр, но не в этом его заслуга, а в том, что он, фактически, не будучи очень кооплинированным, очень быстро, выносливым в те физические качества, которые в спорте нужны, он был очень умным и понимал практику ведения боя. Он разработал варианты тактического обыгрывания, тактической подготовки к тому, чтобы вывести спортсмена в такую позицию, что он не может защититься. И для многих видов спорта те тактические подходы, которые Дарья Добранович рекомендовал, наверное, были бы очень правильными. Значит, к чему я вот это... Это я, в общем-то, готовил для студентов. К чему я это говорил? Потому что каждый из этих специалистов, с которыми мы, бог оба, многие годы работали здесь на кафедрах, они вынесли свое понимание в систему подготовки спортсменов, элитных спортсменов. И для многих эти вещи могли бы оказаться очень полезными, если бы люди их изучали. Как вывести кипу формы, как обучить правильные техники, умение взаимосвязывать, взаимосвязывать в процессе, в поединках, разные варианты тактики, техники, сочетания, приемы защиты и нападения. Но это надо изучать, трансформировать и передавать дальше. Передавать в плане того, что надо обобщать и свой опыт, и опыт тех, кто давал, что раньше этот путь проходили. К сожалению, система подготовки, во многих научных отраслях у нас сейчас заслойки, градация. Часто звучат даже с радостной трибуны, стенами о том, что наука в России умирает постепенно. И мы в нашей отрасли тоже это наблюдаем. Это связано с тем, что они не изучают, не знакомятся с опытом предыдущих поколений и очень формально относятся к тому, что делают сами. И поэтому и диссертации, и методные работы, и наши выпускники постепенно снижают уровень своих и теоретической, и практической подготовки. Поэтому я призываю тех, кто заканчивает свой спортивный путь, все-таки задумываться о том, что надо расти, надо знать людей, которые стояли у истоков нашей отрасли, и то, что они сделали, и пытаться это трансформировать с точки зрения своего понимания вида спорта, и как это можно использовать в своей будущей работе. Спасибо.